Тема «Практическая стрельба из пневматической винтовки». Безопасность на занятиях по огневой подготовке обеспечивается четкой организацией занятий, высокой дисциплинированностью обучаемых, знанием и точным соблюдением ими требований и мер безопасности при обращении с оружием, а также порядка и правил, установленных в тире или на стрельбище. К обращению с оружием допускаются только лица, изучившие требования и меры безопасности общего устройства оружия, порядок и правила его эксплуатации. Стрельба допускается только из исправного оружия. Стреляющие выходят на огневой рубеж только по команде руководителя стрельбы. Стреляющим запрещается прицеливаться и направлять оружие в стороны от мишени в тыл, а также наводить его на людей или животных. Во время проведения стрельбы все действия с оружием производить только по командам руководителя стрельбы. Запрещается выносить с огневого рубежа заряженное оружие, а также вставлять его где-то бы ни было или передавать другим лицам без команды руководителя стрельбы. Категорически запрещается заряжать оружие без команды руководителя стрельбы. Запрещается открывать огонь, производить стрельбу, без команды руководителя стрельбы. Стрельба из пневматической винтовки проводится в тире. Очередная смена выходит на исходный рубеж. По команде руководителя стрельбы «Смена» на огневой рубеж «Шагом марш» стрелки занимает каждое свое место на огневом рубеже. На огневом рубеже необходимо проверить количество и качество полученных пуль. Для стрельбы используются только свинцовые пули. По команде руководителя стрельбы «Заряжай» производится заряжание пневматической винтовки. Удерживая винтовку правой рукой за шейку ложи, стрелок нажимает на дальнюю часть ствола, поворачивая его на оси ствольной коробки. При взведении открывается казенный срез ствола для ручного заряжания пули. Пулька вставляется в канал ствола, следя за тем, чтобы она полностью вошла в него. Ствол возвращается в первоначальное положение. Винтовка заряжена. Сидя за столом, с опорой локтями на стол, стрелок выбирает удобную позу. Тело поворачивает вправо от мишени прицеливания. Приклад от винтовки прижимает к правому плечу. Винтовку берет кистью правой руки за шейку ложей. Кистью левой руки берет за цевье ложи снизу. Винтовка лежит не на пальцах, а на ладони. При этом левое плечо выдвигает вперед, а локоть ставит точно под винтовкой. Следует доклад о готовности к стрельбе. Например, первый к стрельбе готов. Или учащийся Иванов к стрельбе готов. Для прицеливания необходимо зажмурить левый глаз, а правым смотреть через прорезь прицела на мушку так, чтобы мушка находилась строго посредине прорези, а ее вершина оказалась вровень с верхними краями грифки прицельной планки. Далее, по команде руководителя стрельбы «Огонь» стрелок производит прицельную стрельбу по мишеням. Закончив упражнение, доложить руководителю стрельбы об окончании стрельбы. Например, учащийся Иванов стрельбу закончил. Разрядить винтовку и положить ее на правую сторону под углом, оставаясь на своем месте. По команде руководителя стрельбы «Смена» «Встать» к мишеням «Шагом» или «Бегом марш» стрелки направляются к мишеням. Подойдя к мишеням, проводится осмотр пробоин. Руководитель стрельбы дает оценку каждому стрелку. Стрельба из пневматической винтовки может вестись из различных положений. На данном слайде показано положение для стрельбы стоя. Положение для стрельбы с колена. На данном слайде показана изготовка для стрельбы лежа. Стрельба лежа с упором на локти. Стрельба лежа с использованием упора. Для закрепления темы «Практическая стрельба из пневматической винтовки» вы можете обратиться к учебнику «Допризывная подготовка 10-11 класс» к параграфу 28 стр. 140-142. На странице 157-159 прочитать и выучить требования мер безопасности при стрельбе. Продолжение следует...